В Кировской детско-юношеской спортивной школе открылся тренажерный зал для сухого плавания. Теперь юные спортсмены могут проводить тренировки не только в бассейне. А комплектация этого зала началась с подарка Хибинской тепловой компании. Напомним, еще в октябре прошлого года, когда Кировск отмечал юбилей, сотрудники Хибинской тепловой компании во главе с Александром Николичевым решили преподнести любимому городу такие подарки, чтобы и радовали, и пользу приносили. В итоге в первую очередь был приобретен набор развивающих игр для детской библиотеки. Напольные пазлы, шахматы и шашки, конструктор лего со множеством деталей, твистер, тематические кубики и многое другое. Сложнее было с другим подарком – тренажером для пловцов. Работа затянулась с учетом всех необходимых оформлений документов, корпоративных процедур. В общем-то, сделали все правильно, для того, чтобы не было вопросов потом и к нам, как к акционерному обществу. И вот в августе текущего года данный тренажер приехал и установлен в школе. Я тоже думаю, что детям будет приятно заниматься на современном оборудовании. В спортшколе такому подарку были очень рады. Это послужило толчком к тому, чтобы докупить еще комплекс тренажеров и оборудовать специальный зал для профессиональных занятий по плаванию. Это многофункциональный тренажер, который в первую очередь будет давать возможность укреплять мышцы ног различными способами плавания, кроль на груди, брасом. И в комплексе, как я уже сказала, мы докупили другие тренажеры, которые способствуют укреплению мышц верхнего плечевого пояса и нижнего плечевого пояса. Многофункциональный тренажер можно монтировать на разной высоте. Чем ниже, тем меньше угол наклона для разного уровня подготовки. Ребята провели здесь уже несколько тренировок в тестовом режиме. Тут ты оттачиваешь свое мастерство по плаванию. Как-никак ты сильнее становишься в этом спорте. Ну, во-первых, на тренажере не так легко, как в бассейне. И в бассейне тоже нелегко. Это надо почувствовать истину. В первую очередь надо научиться плавать. Во-вторых, на тренажере ты представляешь ощущение, что в бассейне, но суть не в этом. В конце сентября состоятся областные соревнования по плаванию, где юные кировские пловцы готовы показать самые лучшие результаты. Редактор субтитров А.Семкин